Есть два в присутствии автора, то есть мы сейчас ее попытаем. А ну-ка, Полина, что мы тут рисовали? Ну вот они, кстати, эти цвета. И это у нас... Ну, я это называю в старсицах, это платиновая... Не платиновая, я ее называю... Да, она не платиновая, она перламутровая, но я ее называю... Для меня это поток ориона. Блин, я сейчас такого наговорю. Поток плеят. Значит, я так поняла, что... Да? Правильно? Вот это вдохновлено вот этим, да? Смотрите, здесь написано, глубинная трансформация, глубинное изменение на клеточном уровне. То есть переделка человека. Помнишь, я тебе говорила, атомы начинают быстрее вращаться вокруг... Ну, электрончики вокруг ядра, и мы света как бы больше излучаем. Более теплые, более яркие, более светимые, более смешную. Привлекающие, магнитные, солнечные. А вот это про него, через любовь, через анахату. А вот ты нарисовала атом, то есть именно действительно вращение атомов. Раскручивание. Я рисую вот эти вот портальчики. Это я действительно раскручиваю как галактику. Раскручиваю порталы. Я понарисовывала тут сакрами геометрия, о которой я тебе нифига не говорила. Но у нас есть октайдры внизу, октайдры вверху. Потом тебе покажу. И моя балансировка Пеги Дубра, вот, нарисуешь еще ее. Там эти все схемы есть. Нарисовала лотос тут, звезду души, я так понимаю, даже. Кстати, звезда это всегда изображение именно земного человека, но в ручке, ножке, голова. И потом такую воронку и выход, ну, как для меня, в плеяды, как минимум. Ну, блин, класснючая же, да? И еще и земное. Это как женщина танцует, да? Твою дивизию, я это не увидела раньше. Короче, есть такая древнеегипетская первая статуэтка. До царств еще египетских. И там я тебе покажу моя самая любимая статуэтка. У меня есть древний палеолит. Там такие полненькие тети с животиком совсем. Изображение плодовитости. А там тоненькая такая. Я тебе потом покажу. У меня есть три польские и вот та египетская на картинке. И она там танцует. Там у нее ручки так, как у птицы крылья, как-то так, ну, как изогнулись немножко. И очень похоже на вот это вращение, кручение, как у дервишей, крутящихся дервишей. Напомнишь мне, я тоже тебе покажу. Она ничего этого не знает, но она это все рисует. Так, второе. Расскажи. Языком жестов. Так, ты вот на это вдохновлялась, да? Доверяйся своему пути. Ну, тут у тебя прямо путь, понимаешь? Смотри, изменения на уровне ДНК. Ты осознавала, что ты рисуешь ДНК? Знаешь, что такое ДНК? А зачем тебе в школу ходить действительно? Знаешь? Ну, то есть, как бы, в принципе, слышала, что такое есть у нас в теле, да? Ну, слава богу. Смотри, вот эти вот треугольнички, есть такие октаэдры, есть пирамиды в структуре энергетической. Как и вот эта балансировка, о которой я тебе скажу, там вот такая решетка есть. Это энергетическая анатомия человека, особенно встроенная в новую эпоху. А ну, прикрой дверь. Выгонять никого не надо, а дверь прикрой. Вот. И вот это все, повышение вибраций, приводит ДНК в новое. Ну, вот говорят, высшая я идут. То есть, ты нарисовала реально путь. А здесь, ну, путь вознесения энергии, повышения вибраций. А здесь написано, доверяя своему пути, если ты знаешь, ну, короче, знаешь, что ты будешь всегда поддержана. И если бы ты знала, что ты будешь поддержана, что бы ты делала? Ну, если бы ты знала, что это безопасно, это не страшно, можно идти, тебя всегда поддерживают. Только руку протянула, тебе все дадут, что тебе надо. Что бы ты делала? Действовала или стояла на месте? Ну, пальцем, да, показала. Ты мне как русский военный корабль показываешь. Ну, ты бы действовала или нет? Да. Мы бы действовали. Вот это действие ты нарисовала с повышением вибраций. И еще я тебе скажу, каждый рисующий пририсовывает себя в том числе. Он себя исцеляет, а потом те, кто будет это смотреть. То есть ты мал по малу сама идешь этим путем. Понимаешь? Все. Молодец. Бегина. Субтитры сделал DimaTorzok